Итак, первое наше приобретение, вот такие вот замечательные полоски бумаги для работы в технике квиллинг. Девчонки, если кто не знает, что это такое, посмотрите в интернете, забейте, это очень интересно. Это тонкие-тонкие полосочки бумаги, которые вот таким вот образом склеены между собой. Каждая полосочка потом берется отдельно и закручивается вокруг инструмента, который так и называется инструмент для квиллинга. В результате получается совершенно шикарное панно, которое помещает специальные рамки для квиллинга, они гораздо более объемные, чем обычные рамки. Ну, либо можно изделие в технике квиллинг использовать в качестве дополнения, например, к открыткам в технике скраббукинга или к чему-то еще. Очень все на самом деле это ярко, феерично, замечательно. Следующая наша покупка – это бумага для скраббукинга. Настя сама себе выбирала для того, чтобы делать открытки к Рождеству. Ну, вот, здесь встречаются как фоновые мотивы, так и мотивы для вырезания со всякими надписями. Вот, также отдельные взятые слова, цифры, как на русском, так, собственно говоря, на английском языке. Вот, на любую тему абсолютно. Вот, ну, там были отдельные листы бумаги. Это целый альбом рождественских паттернов, дизайнов. Чтобы вам показать. Такие вот различные мотивы рождественские. Все это выглядит очень ярко, красиво. Вот. Ребенок мой доволен и счастлив. По крайней мере, материалов для работы хватит надолго. Я же себе отхватила, наконец-таки, каталог от фирмы Reolis. Вот, что-то у меня его не было, и меня это беспокоило. Вот, теперь я довольно счастлива, как слон. Различные наборы к моим услугам. По крайней мере, посмотреть, почахнуть над ними всегда, пожалуйста, есть возможность. Купила я из себя три старых номера журнала «Формулы рукоделия». Это январь 2012, август 2012 и март 2013. Девчонки, на самом деле я бы купила намного больше. Просто «Формулы рукоделия» это довольно-таки тяжелый журнал. Я бы, наверное, просто больше не несла. А так там номера продавали за 50 до 70 рублей. Поэтому я думаю, что это не последняя выставка. Если будет у вас возможность, посетите в следующий раз обязательно. И там есть возможность купить «Формулы рукоделия» по совершенно низким ценам. Вот, я выбирала по дизайну, что я хочу. Все, что тут представлено, мне очень нравится. Ну и, по крайней мере, большинство из того, что тут представлено. Все замечательно. Вот, буду теперь вышивать с большим удовольствием. Ну и последнее мое приобретение – это вот эти вот рамка-пяльца от фирмы «Дуко». Как бы вам показать, большие я их собрала. Они на клипсах. Размеры у них 30 на 53 сантиметра. Очень они мне нравятся. Боковушки у них нарядно вырезаны. И знаете, девчонки, что самое ценное? У них вот тут есть вот эти вот дырочки уже просверленные. То есть можно регулировать высоту рамы. Можно эту раму вставлять в различного рода станки, которые предполагают наличие центральной дырочки на боковых планках. Вот. И в целом, знаете, вот эта рамка, она гораздо легче, чем, например, рамка от фирмы «Золотой руно», которая у меня тоже есть. А рамы «Золотой руно» – они довольно-таки тяжелые, кондовые какие-то. И вообще, в целом, создается впечатление, что делал их, скажем так, дядя Вася, находящийся в средней степени алкогольного опьянения. Вот что-то там он где-то смастерил над делом. Вот. Рамы «Дубко» мне понравились гораздо больше. Она аккуратненькая, изящная, легкая. Я не знаю, я мрада. Правда, в работе я пока ее еще не использовала. Но вот, представьте, случай попользуюсь, обязательно расскажу о своих впечатлениях. Ну, на этом я, пожалуй, завершу свой рассказ. Спасибо, что были со мной. До встречи в следующих видео. Пока-пока!